Здравствуйте, уважаемые телезрители! Сегодня у нас очередная передача «Смотрите, кто пришел». Повод, по которому мы сегодня здесь собрались, это становление астрономии в Казанском университете. У нас есть прекрасное событие, которое является оперативным поводом для этого разговора. На днях отмечается 200-летие с начала экспедиции, первой антарктической экспедиции Блинсгаузена-Лазарева, в которой принял участие будущий ректор Казанского университета, а тогда астроном Иван Михайлович Симонов. Сегодня у нас в гостях в каком-то смысле его наследник, потому что Иван Михайлович Симонов был в 1822 году, возглавил кафедру теоретической и практической астрономии. А сегодня у нас в гостях человек, который возглавляет кафедру астрономии сегодня. Это Ильфан Фаридович Бекмаев. Здравствуйте. Ильфан Фаридович, у меня первый вопрос к вам. Вот какой план, такой человеческий, житейский. Вы не краеведный, не историк. Ваша научная специализация – это изучение дальнего космоса, объектов дальнего космоса. У вас, ну, я посмотрел ваши статистические регалии, да, у вас запредельно высокий индекс Хирши, например, по сравнению с гуманитариями. Я не очень хорошо разбираюсь, как идет градация в точных науках. Тем не менее, по сравнению с гуманитариями, это высоченный индекс Хирши, что свидетельствует о высокой интенсивности вашей научной деятельности и качестве этой деятельности в высоком. Что заставляет вас отрываться от звезд ради человека, который родился 225 лет назад? Кстати, в этом году еще одна круглая дата – 225 лет со дня рождения Ивана Михайловича Симонова. Откуда у вас такое горячее увлечение этим человеком? Ну, спасибо, во-первых, за возможность выступить ваши передачи. И я хотел бы отдельно еще поблагодарить и отослать читателей, слушателей к передаче об Институте физики Казанского университета, где наш директор Сергей Иванович Никитин подробно рассказывал о направлении подготовки абитуриентов. В том числе он рассказывал о подготовке астрономов и геодезистов. Ну, может быть, я сегодня постараюсь что-то более детально дополнить этот рассказ. Ну, я хотел, во-первых, поблагодарить руководству Казанского университета за то, что они восприлили нашу идею. Кафедра астрономии и Института физики 2019 год обозначили годом Симонова. Действительно, Симонов – это в истории Казанского университета фигура очень большая, очень многогранная. Я думаю, одной передачей здесь дело не ограничится. Рассказы моего биографии. Человек пришел в Казанский университет, практически прожил всю жизнь в Казанском университете. Рос до ректора Казанского университета и, в общем-то, умер на посту ректора в своем кабинете. И поэтому мы-то считаем как раз Симонова не только астрономом, конечно, был изначально астрономом, но вот его участие в этой антарктической экспедиции, оно как раз показало, насколько широкообразованный человек, воспитанный в Казанском университете, на долю которого пришлось быть единственным ученым в этой экспедиции. И, конечно, интерес к таким независимым личностям, он естественен. Тем более, что на стене здания кафедры астрономии висит барельеф, мимо которого мы ходим, где обозначена роль Симонова как одного из первооткрывателей Антарктиды. И сам Симонов написал достаточно такие очень яркие, красивые воспоминания об этом путешествии. И когда считаешь, понимаешь, конечно, что это вот и человек удивительный, и события, в которых он принимал участие, очень удивительные. Поэтому я думаю, что не случайно интерес к нему. Он зачинатель астрономии в Казанском университете. Понятно, что у него были учителя, и первым учителем, который прочитал ему первые лекции, познакомился с астрономией, был профессор Литров, Яган Литров, который Казанский университет в 1809 году пригласил из Австрии. В 1810 году Яган Литров в семью и приехал в Казань. И придя на физико-математическое отделение, он попросил дать ему студентов, которым он смог читать лекции по астрономии. И вот три студента из этого направления, физико-математического, откликнулись. Эти два имени очень известны. Николай Иванович Лобачевский, Иван Михайлович Симонов, еще был студент по фамилии Линденгрен. Его имя не так, может быть, запомнилось в истории Казанского университета. Но два студента из трех стали выдающимися и учеными, и стали ректорами Казанского университета. Так что вот интерес, конечно, к этой неординарной личности, он естественный, я думаю. Давайте наш разговор мы составим таким образом. Мы поговорим об участии в экспедиции, потому что действительно это, наверное, главное событие и в его жизни, и запомнился он этим, и научное событие для него, видимо, тоже было главное. И сделаем мост к современности, то есть к современной, его наследие, которое превратилось сейчас на совершенно качественно другом уровне. Но тем не менее астрономия в Казанском университете развивается, она присутствует, она жива, она интересна. И даже, я бы сказал, астрономия создает в университете, поддерживает во многом свой статус международного. Поскольку я понимаю, что, знаю, что астрономия, например, в международных индексах, предметных индексах, очень высоко ставится именно в Казанском университете астрономическое направление, что позволяет нам быть в мире науки глобальном, находиться. Ну, вы знаете, я бы сказал, что попадание в всякий рода рейтинга, это, конечно, важно, но это не является самоцелью, не должно быть самоцелью. Ну, собственно, надо делать свои исследования, а там уж как рейтинг, если работы ведутся, то там рейтинг будет. Но я хотел бы еще отметить, что у Симона началась не только астрономия, но и астрономия-диадезия, и то, что мы сейчас называем космической диадезией. Поэтому наша кафедра называется, на самом деле, кафедра астрономии, космической диадезии. И я бы хотел в нашем разговоре упомянуть и об этом направлении немножко, потому что это тоже важно, что Симонов был зачинателем. Собственно говоря, мы сейчас перейдем к разговору об его экспедиции, и тогда я, наверное, скажу, какая роль игра здесь была, какая роль геадезии в его жизни в этой экспедиции. Правда, что Симонов оказался в команде Бернесгаузена-Лазарева случайно, и другие ученые, которые предлагали принять участие в этом походе, они отказались? Ну, давайте немножко начнем с истории. Во-первых, известно, что Симонов поступал, когда приехал из Астрахани поступать в Казанский университет, он хотел поступать на отделение словесности. И в те времена, в 1807 год, по-моему, был студент, абитуриент, которых поступали на отделение словесности, обязаны были сдать экзамен по математике. И он показал настолько превосходные знания математики, что профессор Бартлес сказал, ты не туда поступаешь, тебе лучше поступать на физико-математическое отделение, и убедил его поступить на физико-математическое отделение. То есть изначально он еще не был астрономом, но поступал на физико-математическое отделение. Когда в Казанском университете появился Яган Литров и начал читать лекции, предложил студентам посещать лекции по астрономии, они с Николаем Ивановичем Лобочевским живо откликнулись на это предложение. И буквально через год, в 1811 году, в Европе, в том числе над Казанью, в небе ночном висела комета, так называлась Большая комета 1811 года. И эту комету два студента, Лобочевский и Симонов, вдохновленно наблюдали под руководством своего профессора Литрова. И даже настолько у них серьезные получились результаты, что они публиковали результат наблюдения в казанских ведомостях. И это тоже зафиксировано в хронологии, в исторической хронологии. Тут еще его величество случая сыграло замечательную роль. В 1811 году Казань посещал астроном из Петербурга Викент Вишневский. Он к тому времени был уже достаточно известным человеком. И в том числе он совместно с немецкими учеными выполнял наблюдения этой кометы 1811 года. И он обратил внимание, что в Казанском университете профессор, два его студента выполняют эти наблюдения. А ему нужно было принять решение. Комета двигалась на юг, и из Казани, из средней полосы, она дальше была не видна. Ему нужно было поехать в сторону Северного Кавказа, Новороссийска и продолжать наблюдения там. Но в те времена поездов еще не было. Все надо было перевозить с собой на повозках. И ему надо было принять решение, брать с собой телескопы, или достаточно будет наблюдать комету невооруженным глазом. И вот надо сказать, что Симонов, обладая такими выдающимися математическими способностями, которые он проявил при поступлении в Казанский университет, рассчитал движение этой кометы и изменение ее ракости. Он сказал Вишневскому, что комета будет уменьшать свой блеск, она станет тусклой. И к тому моменту, когда через два месяца Вишневский будет уже на Северном Кавказе, он ее глазом не увидит. Ему нужно будет с собой телескопы брать. И на что Вишневский отреагировал. И, взяв с собой телескопы, потом выполнил наблюдения, продолжил и получил такой очень длинный ряд. И, кстати, эти наблюдения свои Вишневский потом передал немецкому ученому Аргеландеру, который потом впоследствии при публикациях упоминал данные Вишневского как самые точные. Тут получилось, что Симонов проявил себя, будучи студентом, еще Казанского университета, не окончив его, выполняя такую работу, очень, может быть, яркую. Можно сказать, что была какая-то первая коллаборация? Ну, можно сказать, что была первая коллаборация, потому что Вишневский, по-видимому, использовал его данные. Не только не сами данные. Ему было важно, что Симонов сделал прогноз, какая будет видимость этой кометы, где, какой яркость. И вот этого таланта, можно сказать, Симонова, как наблюдателя и как математика-предвычислителя, она запомнилась Вишневскому. И потом, когда Симонов уже окончил Казанский университет, по-видимому, Вишневский пригласил его на стажировку в Императорскую академию наук в Санкт-Петербурге, которую Симонов прошел в 1816-1818 году. Поэтому, когда было принято решение, вернее, не принято решение, а обсуждался вопрос об экспедиции, которая должна была как раз в июне 1819 года, 200 лет назад, стартовать к берегам Антарктиды, естественно, в этой экспедиции должен был быть человек, который знает, как ориентировать корабли по звездному небу, по солнцу. И Вишневский был человеком, который рекомендовал Симонова в качестве астронома на кораблях под руководством Биленсгаузена и Лазарева. И таким образом Симонов попал, был включен, он мог отказаться. Но ему было тогда 25 лет. Да, уже молодой был. Он был молодой, но, тем не менее, он уже появился, у него был опыт преподавания в Казанском университете, опыт научной работы, стажировки в Санкт-Петербурге. Кстати, вот в те два года, которые Симонов отсутствовал в Казани в связи с этой экспедицией, лекции по астрономии в Казанском университете читал Николай Иванович Лобачевский. Поэтому Николай Иванович Лобачевский, хотя мы считаем его великим геометром, ну, тоже вот, хоть и он, и Литров ему читал лекции по астрономии, мы тоже, в общем-то, причисляем в круг вот астрономов, который преволюционировал потом в геометрию. Ну, я так понимаю, геометрия Лобачевского, она как раз в астрономических масштабах. Сейчас мы знаем, да, что она очень хорошо себя проявляет вот в тех областях космоса, где искривленные пространства, вблизи нейтронных звезд, черных дыр и так далее. Поэтому я думаю, что попадание самого Симонова в эту экспедицию Лазарева и Блинсгауза было не случайно. Он зарекомендовал себя заранее, до того, как, то есть он был, как можно сказать, что он прошел негласный конкурс, конкурсный отбор. Вот дальше, когда экспедиция выплала от Плайс Кронштадта 6 июня 1819 года, была договоренность, что два корабля остановятся в Копенганене и заберут с собой группу европейских ученых, натуралистов, как так называлось, зоологов, биологов, этнографов, потому что понятно было, что экспедиция будет длительная, ну, в итоге она была двухлетняя, что, возможно, не удастся сразу там пройти, даже было неизвестно, найдут ли они Южный континент, может, сколько на это уйдет времени, и экспедиция не зря стартовала летом, когда у нас было лето, а в Антарктиде была зима, и добирались они до Антарктиды полгода. Они там появились в январе, когда там было лето, и это специально было рассчитано для того, чтобы в самый теплый период, когда там около нуля, может, не такие жесточайшие морозы, более благоприятные условия, попасть туда. Но было понятно, что, скорее всего, там им придется быть достаточно долго, и они часть времени посвятили посещению островов в океане, Австралии, Новой Зеландии и так далее. Поэтому нужны были ученые, которые могли делать описание языка народов океании, быт, этнографы, зоологии, биологии и так далее. То есть это была дополнительная цель экспозиции. Но когда европейские ученые узнали, что основная цель экспедиции как раз это попытка найти шестой континент, к которому пытались приблизиться Джеймс Кук за 45 лет до этого, и его не пусть трижды он подходил к берегам Антарктиды, но айсберги не пустили его, и там сумасшедшие ураганы, ветра, холодный климат, и, ну, в общем, условия, при которых есть сведения о том, что, в принципе, около Антарктиды, возможно, и бывали и раньше мореплаватели, рыбаки, может быть, не специально организованные экспедиции, но они там пропадали бесследно, просто погибали, разбивая свои шлюпы, лодки и айсберги. Ну и поэтому, когда европейские ученые узнали, куда им предстоит плыть, они дружно отказались. И вот здесь, в этом смысле, Симонов оказался единственным ученым на борту этих двух кораблей, которые дальше поплыли в сторону Антарктиды. Там это были военные корабли, да, это были опытные командиры, которые уже неоднократно плавали, совершали длительные походы, и экспедиция, надо сказать, была отлично подготовлена, у них были карты, они по дороге заходили после Дании в Англию, там были заказаны различные астрономические инструменты. И надо еще отметить, как вы говорили, перед нашей беседой, что, в принципе, Симонов был из купеческой среды. Может быть, это сейчас важно сделать такие аналогии, и он бы мог поступить, там, быть торговцем, продолжать линию своих предков, зарабатывать деньги, но он выбрал иной путь. Он выбрал путь человека науки, человека образования, и надо сказать, что даже его купеческое сословие сыграло такую негативную роль, потому что, когда он закончил Казановский университет в 1512 году, он не мог получить сразу степень магистра, потому что ему нужно было отказаться от купеческого сословия. А документы по его породителям, они лежали в Владимирской губернии, и был направлен запрос, который там рассматривался больше года, где дворянское купеческое собрание принимало решение отказать Симонову в купеческом сословии. То есть только при этом условии он мог перейти в другое сословие, потенциально стать дворянином, кем он и стал, после того, как стал уже знаменитым человеком, профессором Казанского университета. Вот это тоже надо было на это решиться, то есть непонятно было, а как смог бы ли он потом содержать семью или нет, потому что здесь купеческое сословие, это основа. Поэтому мы сейчас вот много, это время как бы пересекается, сейчас у нас эпоха идет, эпоха потребления, мы очень много говорим о материальном обеспечении нашей жизни и прочее. Вот может быть молодым людям, на самом деле, те, которые поступают к нам, им важно вот такое признание, которое где они реализуются в науке, и это может быть важнее, приобретение автомобилей, кораблей, яхт. Вы знаете, я думаю, что нравы тогдашнего купеческого сословия, они были очень жесткими, и то, что человек смог оторваться от этого сословия, уйти в стезю науки, это в каком-то смысле большой поступок был. Очень простые были люди, очень жесткие, готовые там, авантюристичные, тем более Астрахани, это скорее всего торговля с Ираном, это заграничная торговля, очень часто была хлебная торговля. Соответственно, эти качества, я думаю, тоже помогли, то, что он пришелся пойти в экспедицию, а шансов выжить в ней, ну, было, наверное, 50 на 50. Возможно, мы не знаем, мы не являемся участниками, да, мы можем только вот читать из воспоминаний Симонова, я несколько слов потом дальше скажу. Ну, если вот продолжать дальнейший их путь, вот по дороге из, когда они выплыли из Копенгагена, он обратил внимание на то, что на одном из островов, ну, вереница людей, идущих куда-то, к какому-то месту. И он спросил у датчанина, который проводил вот мимо островов в Балтийском море, на выходе из Северного моря, что куда идут люди на этом острове Вен, он по-датски называется, я там 10 лет назад был, там была обсерватория Тихобрага, знаменитого датского астронома, который в конце 16-го, начале 17-го года выполнял там астрономические наблюдения на своей обсерватории. 16-го века, наверное. Извините, да, 16-го века, 16-го, 17-го века на рубеже. И надо сказать, что вот он проводил там долгое время наблюдения, почти более 20 лет он выполнял очень точное наблюдение планет Солнечной системы, Марса, Венеры, Меркурия. И потом его наблюдения использовал другой астроном, уже немецкий, Иоганн Кеплер, который на основе этих наблюдений вывел знаменитые три закона Кеплера движения планет вокруг Солнца, математически. Но там не хватало физики. И вот законы Кеплера, почему планеты двигаются именно по эллипсам, на каких расстояниях и так далее, объяснение этому дал великий Ньютон. То есть на основе законов Кеплера было построено механикой три закона Ньютона. Вот такая цепочка была между астрономическими наблюдениями, математической формулировкой, описанием этих наблюдений, потом физическая интерпретация. И вот в знак уважения к своему великому астроному Тихобрага, датчане, поставили ему очень такой величественный памятник, и датское население, да, они время от времени в различные даты посещают этот памятник. И вот как раз в один из таких дней, когда был день почтения к великому астроному Тихобрага, такая вереница людей, Симонов думал, что все идут в храм, молиться, какой-то религиозный праздник, но ему объяснили, что это не религиозный праздник, это вот день почтения великого астронома Тихобрага. И для молодого человека, опять, если мы говорим, вот он понял, насколько такое уважительное отношение к человеку, который прославил свою страну Тихобрага. Затем, когда они посещали Англию, ему удалось, почтилось встретиться с величайшим английским астрономом Гершелем. Это уже, он, там буквально еще два года, наверное, он уже был в возрасте, там 80, больше 80 лет, через два года после встречи он уже ушел из жизни, вот до того, как он ушел из жизни, это величайший астроном, он был так, ну, известный на уровне, там, ну, Ньютона, может, в астрономических кругах, все знали Гершеля, как величайший астроном был отец и сын Гершеля, вот с отцом он познакомился. И это тоже вот такое общение с людьми, которые творили науку, вот в его опуху, наверное, тоже как-то вот вдохновляло его в пути, что он не зря этот путь выиграл. А дальше я хотел сказать, что на самом деле Симонову, естественно, во-первых, он оказался единственным ученым на этих двух кораблях, которые шли дальше на юг, по Атлантическому океану, заходили в Бразилию, потом уже из Бразилии пульт лежал на юг, он решал, как мы говорили бы сейчас, астрономо-геодезическую задачу. То есть он не определял координаты звезд, вот астрономы наблюдают, находясь на Земле, определяют координаты звезд. А Симонов решал обратную задачу, имея с собой каталоги звезд, известные положения, их положение Солнца, он по небесным объектам определял место положения кораблей в океанах. Тогда GPS не было, ГЛОНАССа не было, верстовых столбов в океане вы не поставите, поэтому естественно, что астроном в любом случае был необходим на корабле. И эту задачу, вот с этой задачей, он фактически ввел корабли, прокладывал маршрут, докладывал капитанам, дальше принималось решение. Кроме того, экспедиция была хорошо оснащена картами. Понятно, что маршрут по Атлантическому океану и там вблизи по Индийскому океану он был... То есть он такой живой навигатор? Он... Нет, там корабли различных стран проходили, поэтому там различные острова, их названия, они... Это все было документировано, экспедиция имела, поэтому они могли как бы принять для себя решение. Вот они проходят какой-то архипелаг и смотрят на предыдущие записи там англичан, там французов, которые описывали, что вот мы прошли с правой стороны от архипелага, но они принимали решение обойти от архипелага с левой стороны. И, соответственно, поскольку тогда были парусники, это все... корабли двигались под давлением ветра, вы там произвольно не могли развернуться, там кружить вокруг этого архипелага, подбежался такой наиболее удобный маршрут, если там англичане, французы проходили справа, отмечали острова, то эта экспедиция Лазерова-Белизгал обходила слева, соответственно, она могла понять, что вот эти острова в этом архипелаге уже были открыты, они описаны, а часть островов была, естественно, не могла быть открыта, описана. Они их описывали, и фактически, да, приоритет в открытии этих островов намечали на карты. Вот, и здесь Симонову пришлось быть картографом, географом, то есть осваивать на ходу другие специальности, может быть, ему в Казанском университете читали лекции базовые, вот, как мы сказали, по географии, естественно, наверное, читали, но он не был специалистом, но его образованность, такая широкая образованность, она ему помогла вот в этой экспедиции помогать капитанам корабля в этом деле. Они проходили Саргасово море в Атлантическом океане, море, которое, там, в океане огромные водоросли с размером, там, листьев в километры. Это необычное явление, там, для биолога, например. Тоже надо было описать, то есть там на корабле были только люди военные, естественно, офицеры, которые обучились, там, в военных училищах, и, наверное, тоже им, тоже были достаточно образованные люди, офицеры, и моряки. А вот эту научную составляющую, связанную с различными типами рыб, фауной, которые присутствовали, тоже пришлось описывать, да, Симонову. он научный метод понимал, что это такой, поэтому... Понятно, что, да, научный метод, ему было легче, как к ученому, тем не менее, это достаточно, может быть, неожиданно было, потому что эту работу должны были делать другие ученые, натуралисты, вот европейские, а пришлось делать Симонову. Ну, дальше самое, наверное, знаменитое, когда они уже подошли в январе 1820 года, а, собственно говоря, вот, наверное, это одно из величайших событий в географии того времени, когда, ну, по новому стилю, 27-28 января 1820 года, они, они, до этого они прошли Южный полярный круг, это 66-я широта, и пробились дальше еще, до 69-й широты, вот, когда они фактически дальше не могли двигаться, потому что видели перед собой стену, стену льда, то есть землю огромную, которую нельзя было назвать островом, то есть это нечто было огромное, которое они могли просто так обойти, и они поняли, что вот им посчастливилось все-таки уткнуться кораблям, они не могли ближе подойти, потому что мешали льды, ну, вот, если вы посмотрите в записях, там разные оценки, на каком расстоянии они находились, от нескольких километров до, там, 30 километров расстояния, но поскольку, как известно, Антарктида имеет, континент имеет высоту в центре, там, на Южном полюсе 4 километра, то есть это большая возвышенность, вы там видите ее издалека, вот, это лишь говорит о том, что предыдущие мореплаватели, которые не описали этот континент, то есть его не открыли, были гораздо дальше от него, чем вот Симонов и Белинсгаузен, и при участии Симонова, который прокладывал маршрут, поэтому, видимо, вот такая роль астрономическая Симонова, она здесь велика, его опыт наблюдения астрономических, который он получил в Казани, казалось бы, вот он наблюдал кометы, кому это, ну, комета, комета, вот, делал вычисления, а тут выяснилось, что есть приложение обратное, обратная задача, когда он по положению звезд может определить положение корабля и сказать капитану, куда дальше принимать решение, куда дальше, где вот координаты, куда мы попадем. Конечно, тогда не было ледоколов, и вот что меня удивило, когда я читал записи, воспоминания, ну, Симонова об этом путешествии, что у них было ощущение, как, вот, наверное, я не знаю, у космонавтов в первых полетах, Гарина, может быть, что если что-то случится там с кораблем, они будут пробоины или что, им никто не поможет, то есть там не было вертолетов, не было СОС, никого не было, невозможно было по сотовому телефону на помощь вызвать, то есть, других судов, наверное, не было, других судов не было, ну, другие суда, может, и там рядом где-то в километрах 500 были, но они бы их не услышали и ничем бы не помогли, и вот это действительно ощущение, что с одной стороны, да, это радость того, что они, цель экспедиции фактически была достигнута, они поняли, что континент, вот ради чего они туда плыли, он обнаружен, ну, еще там им предстояло целое, почти два года, полтора года плавания, чтобы замкнуть его, но были условия, когда вокруг льды, и, в общем-то, мы все знаем историю с Титаником, который напоролся на айсберг и затонул, это был здоровенный железный корабль, здесь были корабли-парусники, и никаких шансов, если бы они, ну, нарвались на айсберг, вернуться им оттуда, они бы просто утонули, просто бы не вернулись, там бы, там бы остались, и вот это, я бы не сказал, что это был вот страх, наверное, такой, но ощущение вот того, что это может произойти, вот оно присутствовало, и поэтому, наверное, чувство самосохранения, оно, ну, не позволило им, они, может быть, еще могли несколько раз подойти к континенту, там, в других местах открыть, но они тогда, дальше уже маршрут был проложен таким образом, чтобы идти вдоль континента, и через три месяца, когда там лето прошло, началась осень, это весной 1920 года, они приняли решение уйти в сторону Австралии и остановиться в Сиднее, и там у них была стоянка, где они там, ну, запасы воды пополняли, продовольствие, чинили, чинили корабли, но в том числе, при каждом случае, если вы почитаете записки Симонова, везде, где можно было остановиться на каком-то островке, установить телескоп, и он останавливал, они останавливались, ему давали возможность придавали там моряков в помощь, и он ставил телескопы и наблюдал в телескопы звезды южного неба, вот это было очень важно, потому что с территории России мы южные звезды не видим, а это очень важно для мореплавателей, если вы имеете координаты звезд южного неба, вы можете плавать на южном небе, брать свои координаты, поэтому, конечно, до него французские, английские астрономы, которые сопровождали английские и французские корабли, тоже наблюдали, и даже организовали экспедиции астрономические, астрономические обсерватории на юге, поэтому каталоги какие-то были, но в одиночку, скажем, они не могли все небо обозреть, поэтому часть звезд, которые не могли наблюдать французы и англичане, продолжал вот во время этой экспедиции наблюдать Симонов. Я, кстати, читал, что в данном случае не совсем по Симонову, но в экспедиции у них был еще художник, по-моему, я ошибаюсь, Носов его фамилия была, Михаил. Художник, да. И его зарисовки вот этих антарктических побережий, островов, они использовались в английской лоции, вплоть, британской, для моряков до 1940-х годов 20-го века. Для ну, к лодце прилагались какие-то ориентиры, что, ребята, вот карта, вот еще какие-то внешние ну, да, до 1940-х годов это роль художника. середина 20-го века. В те времена 4 или 5 основных естественных командир корабля, затем был врач, затем астроном, потом художник. Вот эти фотографии не было еще электронных никаких фотографий не было, поэтому это 4 профессии, которые присутствовали на каждом на каждом корабле. Ну, да, художник был, художник делал свое дело. Я, когда готовился к этой передаче, столкнулся с таким забавным эпизодом из истории Симонова в Сиднее, когда они прибывали, они после первого похода, подхода к Австралии отошли в Сиднее, чтобы перезимовать. Там их очень тепло встретили, в то время, в отличие от нынешних времен, Британия и Российская империя были очень дружны. Были балы, для организования, для встречи команд, очень хорошие отношения, снабдили продуктами, отремонтировали корабли. И на одном из таких светских раутов у Симонова к нему подошла супруга одного из чиновников британских и как раз был разговор о том, считает ли он, что казанские татарочки красивые. Он сам это воспоминание своих оставил. Удивительно, конечно, это был другой континент, другие времена, так даже. Но вот он тогда очень обтекаемо сказал, что укажут свои вкусы, укажут народу, укажут свои эпохи. Ну, видимо, прямых восторгов он, видимо, не высказал, обтекаемо сказал. Вот такой забавный эпизод, связанный с Казанью, с нашим народом в том числе. Ну, во-первых, я думаю, что Симонов во время таких встреч, это же люди были интеллигенты, там, высший класс аристократически, которые использовали, тогда интернета не было, телевизора не было, ну, газеты тогда уже, наверное, были, да, но не так часто они выходили. Поэтому любая такая вот личная встреча, рассказ о том месте, где ты живешь, где ты работаешь, я думаю, что Казан, Симонов рассказывал я о Казани, я о Казанском университете, я о нашем крае. Он не мог сказать напрямую, наверное, что казанские татаршечки гораздо красивее английских представителей, там, чтобы он обидел, и он, думаю, человек, ну, дипломатичен был в этом смысле. так что я думаю, да. когда он был в Сиднее, вот в 21-м году, из Сиднее он отправил, ну, через корабли, первые письма об этой экспедиции, отчеты свои, отправил в Петербург к тогдашнему попечителю Казанского университета, Магнитскому, довольно известный персонаж, неоднозначный персонаж, и эти письма были опубликованы, выдержки этих письм были опубликованы впервые об этой экспедиции в Казани, в Казанских ведомостях. Вот, это было в 21-м году, еще экспедиция, еще экспедиция была в походе, потому что они пришли позже, они еще и сделали круг туда, заход к Антарктиде. Вот, первые данные экспедиции, причем сам Беллинсгаузен, его отчет полный, правда, уже отчет вышел только в 1831 году, спустя 10 лет после экспедиции. Ну, это вот подчеркивает лишь масштаб экспедиции, вы знаете, а это колоссальное количество материалов, которые они с собой привезли, это просто невозможно было за короткое время описать. Ну, наверное, это было связано с тем, что часть ученых и не поехала, потому что это была работа тех ученых, которые должны были поехать, поплыть, извините, поплыть на этом корабле, потому что перелопатить огромное количество данных, которые получила эта экспедиция, вот, за эти два года плавания, ну, на это было время, 10 лет ушло на это. Вот тот год, ну, не полгода, поскольку в Антарктиде была зима, и зиму надо было где-то, ну, пережить, ну, они не стали просто сидеть в Сиднее, так сказать, время, заниматься времяпровождением, они посвятили походу, вот, в нынешнее, там, то, что мы называем океане, это близ экваториальная зона, Таити, Новая Зеландия, Таити, острова, и вот там они открыли большое количество новых островов, всего в этой экспедиции было открыто 29 островов, и, кстати, один из островов по повелению или по решению Белинсгаузен был именен именем Симонова за его заслуги в этой экспедиции. Вот для нас это важно. Совсем недавно, не так давно, точнее, на заседании Российского географического общества президент Путин посетовал, что русские графические названия в Южных морях, открытые в том числе экспедиции Белинсгаузена Лазарева с участием Симонова нашего Казанского, оказались повсеместно забытыми, замененными и призвал восстановить историческую справедливость. Насколько это возможно, на ваш взгляд, вообще сейчас восстановить? Ну, я в связи с этим хотел как раз сказать, что вот фигура и личность Симона настолько многогранна, что мы, конечно, его как астрономы воспринимаем астроном, как астрономы, но в это путешествие он вынужден, обязан был проводить и этнографические, и географические работы, и описания, и прочее, что это целый такой вот кладезь материалов, о которых могут рассказывать наши историки, этнографы, географы. Но вот здесь то, о чем вы сказали, может быть, это поле деятельности для такого международной юриспруденции, я не специалист здесь, на это надо аккуратненько разбираться. Дело в том, что когда Симонов, вернее, экспедиция Блинсгаузен-Лазарева отправилась в это долгое путешествие, я говорил, что она была хорошо подготовлена, потому что у них были в руках записи предшествующих экспедиций, документированные, что французы там прошли, вот через эти острова открыли здесь, по этому маршруту англичане шли, и был приоритет, и было, как бы признавался приоритет, да, вот эти острова открыты французами, эти острова открыты англичанами, вот если после этой экспедиции был узаконен приоритет России на открытии этих островов, это надо, я здесь не являюсь специалистом, это надо внимательно смотреть историкам, юристам, да, то есть все связано с тем, что тогда, тогда это вот возможно есть предмет для обсуждения, потому что если это осталось неопубликованное, неутвержденное, вот даже дата, я недавно сегодня готовясь к передаче, посмотрел англоязычную версию Википедии, вот которая там описывает открытие Антарктиды, и там вот независимо от нас люди, значит, вот пишут и признается приоритет открытия Антарктиды за Россией, вот то, что в записях Белинсгаузен-Лазарева судовых написано, что вот мы подошли к континенту 27-28 января 1820 года, все, вот эта граница, там, может, кто-то подходил раньше, но не оставил записи, документа нету, есть документы, что после них буквально через три дня подходил один американец, то есть на таком рыболовецком корабле, вот, но он оставил запись, что он там, как сейчас можно восстановить, где он там был по координатам, в 30 января, все, это уже на три дня, но позже, то есть не он первооткрыватель, поэтому здесь важно, когда мы говорим о том, каким именем были поминованы острова, осталось ли потом международным правилам документ, что вот эти острова были названы там, если документы были, тогда один вопрос, если и не осталось, значит, вопрос, кстати, по поводу, по поводу первоочереденности открытия, вы знаете, что я вот, когда тоже готовился к передаче, очень такой интересный момент, приоритет, вот, сами участники экспедиции, в частности, участник экспедиции Новосельский такой, он поставил вопрос в тысяч, уже спустя 20 лет после экспедиции, даже 25 лет, в 1955 году на создание российского географического общества поставил вопрос о том, что давайте утвердим приоритет России в открытии Антарктиды, поскольку вот я сам участник экспедиции, мы видели, мы все это прошли, и тогда это предложение, причем не где-то за рубежом, а именно в российском географическом обществе было, ну, не воспринято с восторгом, да, потому что в том числе был такой момент, и это Литке, вице-председатель, очень известный ученый, его именем названной корабли, он сказал, что в частности, один из доводов, почему он не считает, что открытие Антарктиды случилось экспедиции Беринсгаза Лазарева, это было то, что, например, на борту не было ученых, той команды ученых, которых вот должна была быть. Ну, вот такой интересный момент, и уже потом, уже потом, после многих споров, все-таки утвердили позицию, что, да, Беринсгаза Лазарева были первооткрывателями континента, и, я так понимаю, не только у нас были поэтому споры, и в зарубежных, в научных кругах поэтому были споры, но если сейчас позиция такая, что, да, за ним подтвержден приоритет, ну, хорошо. Ну, я думаю, что, как я уже сказал, поскольку был документирован факт, координаты известны, были оставлены координаты, если вы посмотрите сейчас по координатам, действительно, на современную карту Антарктиды вы увидите, что, да, люди стояли там в 20 километрах от материка, дата была известна, поэтому, ну, тут сомнений нет. Для нас, для Казанского университета важно, что наш представитель, наш астроном, наш, ну, будущий профессор, тогда он был экстраординарный, профессор, ну, как по нашему, там, первый увидел Антарктиду. Да, не то, нет, он не просто первый увидел Антарктиду, он был единственный ученый в составе этой экспедиции, которая Антарктиду открыла, потому что, в некотором смысле, имя Симонова, оно незаслуженно забыто, и я вот здесь с этим хочу сказать, что 1 июля исполняется 225 лет со дня рождения Симонова, и наша кафедра, сотрудники института физики, и сотрудники университета, студенты, мы почтим память, посетим Кизический монастырь, где есть вот такое место, предполагаемое захоронение Симонова, потому что надо помнить своих людей, тем более, что он был ректором Казанского университета, но именно для нас в преддверии 200-летия открытия Антарктиды, которая будет отмечаться страной в 2020 году, в январе, мы как раз должны вспомнить, что среди тех людей, возможно, благодаря которому, благодаря профессионализму которого, эрудиции, знания, Антарктида была открыта, был бы, скажем, другой, там, менее опытный человек, может быть, они не дошли бы, и так же, как Кук, написали бы рапорт, что нет, нет там ничего, но они нашли, в том числе, возможно, благодаря участию Симонова в этой экспедиции, поэтому в этом смысле Казанский университет, наверное, должен гордиться своим представителем, потому что на открытии Антарктиды завершилась эпоха великих географических открытий, это был последний, шестой континент, самый крупный, который был открыт, остальные пять континентов были открыты раньше, вот, этот оставался неоткрытым, его жаждали открыть многие, открыли россияне, и среди них был представитель Казанского университета, для нас это очень важно, и мы должны это не забывать, тем более, что вот интернет такая штука, она вот, как фильтрует, Симонова там нет, поэтому, пользуясь возможностями, мы должны говорить о том, что роль Казанского университета в открытии Антарктиды, видимо, тоже есть. Вы знаете, вот в Казанской топонимике очень много названий, связанных с учеными университета, ректорами университета, вот даже избрать первых ректоров, Карл Фукс, Лобачевский, дальше, 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 вот, третий ректор Симонов, почему, на ваш взгляд, нет каких-то улиц, нет скверов, нет, это в чем, не считаете ли вы это такой, незаслуженной забытостью этого человека? Ну, на самом деле, этот вопрос, насколько я помню, на ректорате Казанского университета обсуждался, то есть вопрос не закрыт, во-первых, в Казани есть улица Симонова, но она, извинно, названа именем летчика Симонова, по-моему, герой Советского Союза, она в авиастроительном районе, это улица Симонова, вот, а что касается Ивана Михайловича Симонова, это вопрос открытый для обсуждения, он не закрыт, но это вопрос для обсуждения, ну, во-первых, ученого совета Казанского университета и затем с выходом на инстанции городские, я думаю, что городские инстанции, ну, была идея, когда-то известная история, что Симонов, когда жил, работал в Казани, жил на улице под Лужной, вот, под Кремлем, но это, за этой улицей закрепилось такое уже историческое имя, там много событий, связанных с Максимом Горьким и прочее, прочее, поэтому эту улицу решили не трогать, пока вот мы обсуждали предварительно, но возможно, как вот Илья Шатровкадж предлагал, возможно, где-то в новых районах города, где вот будут строиться новые дома, микрорайоны, и можно было бы вернуться к этому вопросу, действительно, было бы исторически справедливо, как в Древнем Риме была там эпоха пяти хороших императоров, ну, в Арканском университете была эпоха, их даже больше было, целая плеяда прекрасных ректоров, оставшихся в истории, в качестве ученых знаменитых, вот и начиная с Карла Функции, Симонов входит в число этих, несомненно, этих героев, да? Я согласен с вами, и мы инициировали этот вопрос, даже вот как раз и Найля Булыча предложил, потому что когда-то он, ну, уже, наверное, пару десятилетий назад на этой улице случайным образом увидел ребят, играющих в хоккей такой небольшой шайбочкой, и он заинтересовался, ему, как она казалась, необычной, он попросил ребят эту шайбочку и обнаружил, что это на самом деле медаль, которая вот была вручена Симонову, когда в 1839 году, он, как представитель Казанской, как директор Казанской обсерватории, был на открытии Пулковской обсерватории в 1839 году. Ну, вот, поэтому сделали вывод, что, возможно, она была утеряна тогда, в те времена, в этом месте. Ну, в общем, я согласен с вами, что, наверное, вот, тем более, учитывая, что идет год Симонова, интерес к Симонову, обозначить этот интерес наш городу, городским властям именем Ивана Михайловича Симонова первооткрыватель Антарктиды, одну из улиц назвать. Ну, если мы продолжаем вот дальше, когда они благополучно пережили зиму, ну, уйдя в острова океане, и потом продолжили путь, опять же, выяснилось, что этот континент настолько огромен, что они не могут по кратчайшим пути там просто вернуться, и им пришлось еще несколько месяцев обогнуть его с другой. То есть, первые, кто обогнули. Да, они вот еще несколько месяцев было потрачено на то, чтобы с другой стороны континент обогнуть и выйти ну, примерно к тем же местам, ближе к Южной Америке, и затем снова вернуться через Бразилию и назад. Ну, вот, надо, кстати, сказать, что после того, как они обогнули континент, а его размер там несколько, 4 тысячи километров, действительно там произошло столкновение одного из кораблей с айсбергом, и он там был риск, ну, его, что он затонет, была там пробоина, и они вот, ну, они фактически, может, так, не замкнули на 100%, ну, там, на 95%, они обошли весь этот материк, и затем вернулись, было получено на своих кораблях, оба корабля вернулись обратно в Санкт-Петербург, и экспедиция была признана успешной, во-первых, они сделали свое основное дело, они открыли шестой континент, и по дороге еще очень, 180 экспонатов было привезено, для, вот, часть из них находится в фотографическом музее Казанского университета, вот, после, после этой поездки, ну, и, конечно, колоссальное наследие, связанное, вот, с записями, с воспоминаниями, с всякими историческими событиями, с хронологией, частично опубликованы, к большому сожалению, не все опубликовано, и, насколько мне известно, вот, планируется опубликовать труды Симонова, которые остались еще вот с тех времен неопубликованными, такая работа в музее истории Казанского университета, совместно с историками Казанского университета, видим, будет вестись, ну, возможно, наши коллеги здесь, в вашей студии, как-то расскажут об этой части. Я хочу сейчас перекинуть мостик из прошлого, двухсотлетней давности, событий двухсотлетней давности к современности. Иван Симонов считается первым астрономом Казанского университета. Сейчас что происходит? Я хочу говорить о современности, потому что вы являетесь семенинниками, по большому счету, в эти дни, в эти дни готовится космическая экспедиция, в которой принимает участие, будет принимать участие Казанский федеральный университет. Это экспедиция, это миссия космической обсерватории спектра рентгенгама. Запуск, я так понимаю, сейчас был отложен, но он сейчас 12 июля должен быть вторая попытка, если это случится, то это будет впервые за четверть века такое крупное событие в российской науке. Последнее было в 96-м году, это миссия Марс-96, которая, к сожалению, закончилась плачевно, спутник не смогли вывести, межпланетную станцию не смогли вывести на нужную орбиту, и она в итоге затонула. Что такое спектр рентгенгама? Почему это событие является сопоставимым с Марс-96? Потому что, я помню, это межпланетная станция, которую много-много трубили. Несколько слов до СРГ. Возвратившись из этой экспедиции, Симонов, в общем-то, продолжал работу в Казанском университете в качестве профессора Казанского университета и совместно с Николаем Ивановичем Блобочевским в 1838 году они построили городскую астрономическую обсерваторию. Это их была мечта со времен Литрова. Литров, когда сюда приехал, хотел построить обсерваторию, но тогда у них возможности не было. И, кстати, тогда наблюдение они выполняли из небольшого здания, в котором сейчас находится, которое находится рядом с нашей кафедрой. Оно сейчас принадлежит Русскому географическому обществу. Исторически вот это было первое такое небольшое здание, из которого Литров, Лобочевский и Симонов выполняли наблюдения. А когда Голобочевский был ректором Казанского университета, Симонов возглавлял астрономическое направление, они в общем добились финансирования и постройки настоящей обсерватории. При этом надо сказать, что после в 23-м году, после возвращения к экспедиции Симонов предпринял поездки в Европе совместно с физиками, с учеными физико-математического отделения для закупки оборудования Казанского университета, физического оборудования и астрономического. И в том числе ему удалось посмотреть, как устроена обсерватория в Европе. Поэтому он набрал с такого опыта зрительного и документального чертежи для того, чтобы в Казани, в Казанском университете построить самую лучшую по тем временам обсерваторию. И это было в итоге в 1838 году реализовано. Было два зала для наблюдений, как бы мы сказали, для практических целей. Это служба времени, определение времени по строительственным наблюдениям и определение координат звезд, которые нужны были потом мореплавателям, путешественникам для определения своих координат. А вот в центре, да, и, собственно, одна из первых задач, хотя изначально задачи ставились, ну, можно сказать, даже и Лобачевским, потому что Лобачевский в 1829 году, когда он опубликовал свой труд о неевклидовой геометрии, он там отдельной строкой выделил, что только астрономическими наблюдениями можно подтвердить, прав он или не прав. И это была, в общем-то, мечта, наверное, Лобачевского по наблюдениям здесь из Казанской обсерватории проверить правильность его неевклидовой геометрии. И сейчас мы понимаем, что точности, которые тогда были, астрометрическая точность положения, чтобы проверить кривизну, по какой линии идет свет от звезд, прямой, линейный или нет, у них там даже сейчас этой точности не хватает для обычных случаев, и тогда они заведомо не могли это проверить. Но они, желая проверить, постарались сделать, приобрести для Казанского университета самые совершенные инструменты. И вот в центральной башне, вращающейся башне, полноповоротной, был установлен телескоп, на котором, может быть, не суждено было Симонову самому выполнить наблюдение. Ну, во-первых, был пожар 1842 года, после которого долго ремонтировался этот инструмент. Но последователь после Симонова профессор Ковальский, Мариан Ковальский, который во второй половине 19 века 30 лет выполнял наблюдение на этом инструменте, подытожив результаты своих наблюдений 30-летних, пришел к заключению, что звезды, которые он наблюдает, не стоят на месте, они двигаются в пространстве. Причем у них есть компоненты общего движения. И он предположил, что это является следствием вращения нашей галактики. Это огромная система, состоящая из 100 миллиардов звезд, и все звезды вращаются, и вот те движения групповые, которые он обнаружил за 30 лет наблюдений, с помощью инструмента, который Симонов еще поставил, привело к его во второй, там, в 1885 году к этому заключению. Только через 30 лет американцы в 20-х годах 20-го века уже по более совершенным наблюдениям подтвердили, что да, Ковальский был прав. Вот, поэтому вот хорошие инструменты, они работают долго, и они работают на будущее. Видите, там Симонов, может, не успел сам выполнить наблюдения, но его продолжатель Ковальский сделал открытие, которое тоже вот в истории астрономии Казанского университета оно осталось. Ну, а дальше, если ниточку продвигать дальше, дальше стало понятно, что город Казань разрастается, наблюдать здесь, выполнять конкурентоспособные наблюдения не очень тяжело, и когда здесь появился Дмитрий Иванович Дубяга, он совместно с Энгельгардом, Энгельгард пожертвовал телескопы свои из Дрездена, и в 1901 году у нас появилась Загорная обсерватория, и на протяжении XX века она была тоже одной из крупнейших обсерваторий в Советском Союзе, может быть, уступала только Пулковской обсерваторией. Я как раз поступил в Казанский университет в конце 70-х годов, видел, что это действительно крупная обсерватория. Но время шло, город Казань разрастался, было понятно, что если мы говорим о конкуренции науке, то, что мы говорили, что если мы хотим добиваться на равных соревноваться в науке с другими астрономами мира, надо уходить из городов, надо строить астрономические обсерватории, станции в горах, далеко от городов. И в середине 70-х годов Шавкатайпыч Хабибуллин наш замечательный астроном, который заведовал кафедрой в то время и был проректором по научной деятельности, он организовал Северо-Кавказскую астрономическую станцию. Но не просто на Северном Кавказе, не просто в горах, а очень мудро он ее организовал вблизи специальной астрофизической обсерватории Российской Академии наук, буквально в одном километре от крупнейшего в мире шестиметрового телескопа. Так, чтобы студенты Казанского университета, как бы приезжая на практику на Казанскую станцию, наблюдая на небольших телескопах, имели возможность еще знакомиться с сотрудниками крупнейшей обсерватории России и мира, получать их знания, и если они себя проявляли как Симонов, их приглашали туда. Ну вот, я так попал в специальную астрономическую обсерваторию после окончания Казанского университета, будучи на практике на станции Казанского университета. Но дальше мир развивался, и для в середине 60-х годов уже загородная обсерватория Нигельгард обсуждала варианты приобретения, приобретения более крупного инструмента современного, и тогда директором обсерватории был Анатолий Алексеевич Нефедев, и обсуждался вариант более крупного телескопа, было принято решение заказать на в Санкт-Петербурге полутораметровый телескоп, я совместно с Шавкатайпичем обсуждал, к сожалению, Анатолий Алексеевич в 1976 году ушел из жизни, но работа эта продолжалась под руководством Шавкатайпича Хабибулина, и он привлек к этому проекту полутораметрового телескопа Найля Булучи Хабибулина, который в самые сложные годы, в эпоху 90-х годов, эпоха развала, разрухи, вообще-то, никаких шансов на что-либо сделать, предпринимал колоссальные усилия для того, чтобы проект полутораметрового телескопа, он тогда еще изготавливался, продолжался, изготавливался на стапелях в Санкт-Петербурге, на объединении, на Олеградском оптико-механическом объединении, чтобы он там не остановился, продолжался, вот, только два университета смогли заказать такой инструмент, Московский университет и Казановский университет, я, насколько знаю, в Санкт-Петербурге тогда Ленинградский университет заказал телескоп еще больше масштаба, 2,5 метра, но так он и канул в лето в связи с развалом Советского Союза, им так и не смогли сделать этот телескоп, то есть у них этот проект не состоялся, Наля Абдулович довел этот телескоп до состояния изготовления в ЛАМО в 95-м году, но тогда были тоже сложные времена и о том, что у нас появится такой современный телескоп узнал Рашидалевич Сюняев, тогда он был ведущим заведующим лаборатории в Институте космических исследований и он предложил наш проект включить тогда в общий такой комплекс исследований из космоса и из Земли и Институт космических исследований пошел навстречу тех денег, которых не хватало Казанскому университету дополнительное было финансирование от Института космических исследований для завершения строительства телескопа и затем был подписан тройственный договор когда обсуждалось куда его ставить появилось предложение от наших турецких коллег которые тоже приняли решение развивать астрономию в своей стране казалось бы страна которая известна заниматься туризмом очень хорошо развита индустрия промышленность и так далее нет они тоже решили развивать фундаментальную науку астрономию но в Турции не было заводов которые изготовляют телескопы поэтому наши турецкие коллеги предложили такой международный вариант мы строим обсерваторию в горах тратим деньги на инфраструктуру а вы привозите вы страны мира они сделали предложение всем в Европу в Россию а вы привозите свои телескопы вот казанский университет тогда Найль Абдулович Рашталевич и турецкий академик Али Альпар они договорились о том что о таком международном сотрудничестве а сейчас в России делают телескопы подобного рода к сожалению нет технологии утрачены ну а я думаю что законсервированы скажем так насчет утраченной это жестко наверное они думают скажем законсервированы то есть если будет принято решение развивать строить новые телескопы я думаю что за короткое время можно будет восстановить технологии ну сейчас немножко другие технологии но я бы хотел сказать что здесь вот на когда стало понятным что мы входим в международный проект работаем по международным правилам там время распределяется между участниками проекта и сейчас у нас 50% времени принадлежит России из которых 35% времени на нашем телескопе в Турции принадлежит Казанскому университету и 15% нашим коллегам в институте космических исследований и 50% принадлежит нашим турецким коллегам потому что они вкладывают средства в содержание инфраструктуры в горах там свет электричество охрана инженерная подготовка да высокоинтеллектуальная часть самая высокотехнологичная оборудование это вот за российской стороной в частности здесь я хотел бы подчеркнуть и роль Академии наук республики Татарстан которая в свое время поддержала создание одного не из многих в России спектрометра крупного высокого разрешения крупногабаритного спектрометра высокого разрешения с помощью которого мы в коллаборации с японскими турецкими учеными в 17-м году обнаружили планету около одной из звезд вот это в России было первое обнаружение да в мире много планет обнаружено в России мы первые кто вот обнаружил планету около другой звезды ну вот здесь параллели пересекаются когда в 1846 году была обнаружена очередная планета Нептун да вот и если вы почитаете Википедию там написано что первым астроном который наблюдал вновь обнаружен планету был Иван Михайлович Симонов то есть казанский астроном в России в России да в России вот поэтому вот ну там в России в мире много планет обнаружат но в России мы первые мы казанский университет астроном Казанского университета первые кто смогли обнаружить планету около другой звезды это называется экзопланета это экзопланета да ну а дальше вот мы были привлечены возможности нашего телескопа Рашталиевич Сюняев он ну это вообще-то мировая величина и в науке и по жизни вот насколько он нас учит как вести международное сотрудничество быть где-то дипломатом где-то уступать где-то не уступать свое быть профессионалом в своем деле и как поддерживать свой инструмент на высочайшем уровне вот это вот с него просто надо брать примеры его работы ну и он является научным руководителем этого проекта спектра Денгамма он был его инициатором первой версии которая еще в 1987 году была предложена там с большим количеством участников и наш телескоп должен был быть частью того большого проекта спектра Денгамма но он не состоялся в связи в связи с развалом Советского Союза и в одном из интервью который давал Рашталиевич университет и телевидение Казанского университета он рассказывал об этой истории я там не буду повторяться но этот проект первый не состоялся и Рашталиевич пришлось колоссальные титанические усилия предпринять чтобы в середине 2000-х годов реанимировать этот проект и он это было принято решение в 2009 году подписано соглашение между Роскосмосом и немецким космическим агентством о том чтобы была создана российская орбитальная обсерватория с участием Германии это означает что ракета российская обсерватория космическая российская а на ней установлены два телескопа один рентгеновских вот это важно телескопы для исследования вселенной в рентгеновском диапазоне один российский он называется артексы и один немецкий ерозита дело в том что во вселенной есть огромное количество объектов которые мы не можем не можем видеть с помощью наземных оптических телескопов наша атмосфера к счастью для человечества полностью блокирует рентгеновское излучение поэтому мы защищены от этого рентгеновского излучения но мы при этом не видим часть нашей вселенной мы даже не знаем что там есть объекты которые есть а мы не подозреваем о существовании вот для того чтобы расширить наши знания вселенной надо выносить такие аппараты в космос понятно что они являются дорогими потому что запуск космосом в тысяча раз техен laboratories в космос запускаем на Земле работает плюс этот телескоп работающий в очень короткой области спектра в рентгеновском диапазоне, который очень трудно фокусируется, потому что рентгеновские лучи просто проходят через зеркала. Если вы будете пытаться сфокусировать так же, как оптические, там очень много технологических трудностей. Но с другой стороны, если вы эти трудности преодолеваете, вы потом даете возможность в будущем промышленных нестандартных ответвлений для рентгеновской оптики, которые на Земле можно использовать, для приложений биологических, физических, композитных материалов и так далее. Но я не об этом хотел сегодня сказать. Я хотел сказать, что вот такая многолетняя поддержка, которую оказывает руководство с 1976 года, руководство Казанского университета, в этом проекте РТТ-150, она позволила довести этот телескоп до самого современного уровня по оснащению приборами и научным оборудованием и дистанционной автоматизированной системы управления. Что наш телескоп, он, конечно, это не самый крупный телескоп в мире. Есть телескопы 10-метровые американские, есть 8-метровые, есть 6-метровые телескопы в России. Это, как в боксе, наверное, сам супертяжеловес. Мы в этих весовых категориях не можем соревноваться. Но вот в среднем классе телескопов, как мы говорим, среднего класса, мы вполне работаем, ну, можно сказать, не стесняем, на мировом уровне. И вот оснащение этого телескопа, в частности, Рашталиевич, из своего директорского фонда, он в течение более 20 лет, с 1995 года был директором института имени Макса Планка в Германии. И у него был специальный фонд для оснащения оборудования, оборудования, которые используются, в том числе, российскими, по совместным проектам России и Германии. И он оснастил телескоп самыми современными ПЗС-матрицами, то есть детекторы оптического излучения, которые мы по разным причинам, скажем, эмбарго или запрет на продажу, не можем напрямую купить из России. В частности, мы используем ПЗС-матрицы, которые изготовлены в Северной Ирландии. И очередная современная ПЗС-матрица поступила к нам недавно в обсерватории. Сейчас, в ближайшие месяцы, в июне, в июле, мы проводим испытания этой ПЗС-матрицы для того, чтобы с помощью нее сопровождать проект спектра Ингенгамма. Вот теперь возвращаемся к этому проекту. Мостик между Симоновым и современным состоянием астрономии. То есть мы за эти 200 лет развития Казанского университета выходим на такие орбиты, которые нам, может быть, и не снились. Мы даже о них, может, не мечтали, мы просто не знали. Наши возможности объединения оптического телескопа и космического позволяют нам сейчас вступать в коллаборации, исследовать объекты, которые мы тоже в Казанском университете, например, раньше не исследовали. Например, скопление галактик. Это самые крупные образования во Вселенной, когда в одном месте собраны несколько тысяч галактик. Вот мы живем, к счастью, может быть, для нас, в нашей галактике, которая изолирована, ближайшая для нас галактика, туманность Андромеды. А вот в скоплениях галактик между нашей галактикой и туманностью Андромеды тысяча галактик. Хорошо или плохо, я не знаю, как там живется... Да, если там живут люди, потому что это постоянное взаимодействие. Там в центре галактик горячий рентгеновский газ, который, возможно, испепляет все, раз мы на таких расстояниях его видим в рентгеновском диапазоне. Но это вот как континенты на Земле, скопление галактик. Вот можно. И вот мы занимаемся, благодаря предложению Рашталиевича, оптическим удовлетворением скопления галактик, которые обнаруживают космические обсерватории. В частности, вот в космической обсерватории Планк 5-7 лет назад обнаружило несколько, полторы тысячи таких скоплений галактик с использованием эффекта Сюняева-Зельдовича, который он теоретически предсказал вместе со своим руководителем, учителем Яковом Борисовичем Зельдовичем еще в 1972 году, что когда фотоны реликтового излучения попадают в горячий газ скоплений галактик, сталкиваются с электронами, вылетают оттуда, приобретая дополнительную энергию, так называемый обратный комнатный эффект. И мы в направлении на скопление галактик в реликтовом излучении видим либо темные пятна, либо светлые пятна, в зависимости от того, в каком диапазоне радиоизлучения мы эти скопления, эти области наблюдаем. Я хочу немножко упростить вопрос, да, такой попроще сделать. Вот есть самый известный, наверное, телескоп космический Хаббл. Можно ли сравнивать Хаббл и то, что делается сейчас, спектр Эмген-Гамма, в том числе по пиар-эффекту, потому что знаменитые картинки галактик Хаббла, но они до сих пор непревзойденные, да, вот эти знаменитые, красивые, очень эффектные. Телескоп Хаббл, конечно, создавался не ради пиар-эффектов. Я понимаю. Пиар-эффект это уже там следствие его научных результатов, да, как мы говорим. Да, ну, налогоплательщик должен знать, зачем он деньги свои выделил на это, потому что телескоп Хаббла, его стоимость оценивается около сейчас, вместе с эксплуатацией за 30 лет, около 5 миллиардов долларов. Вот ни одна страна в мире, наверное, там, кроме Соединенных Штатов Америки, не позволило себе, то есть не имело возможности выделить такое количество средств для такого телескопа. У нас в России был такой небольшой ультрафиолетовый телескоп, спектр, астрон он назывался, был запущен еще в советское время, но он недолго работал. А если говорить о спектре нен-гамма, то, во-первых, это другой диапазон, это рентгеновский диапазон. Телескоп Хаббла работает в оптическом диапазоне, к которому мы привыкли, который видит глаз, и плюс еще ультрафиолетовый диапазон, который мы тоже не видим, потому что земная атмосфера его поглощает. А спектр рентген-гамма еще дальше. Что значит дальше, более коротковолновый спектр? Коротковолновый спектр. Если говорить по физике объектов, спектр рентген-гамма будет увидеть самые горячие объекты во Вселенной, потому что очень непросто создать рентгеновское излучение. У вас должно быть по каким-то физическим причинам очень сильно разогретая плазма до миллионов, до сотен миллионов градусов. И вот такая плазма излучает в рентгеновском эпизоне. Что это такое? Это, скажем, двойные системы, в которых одна звезда является нейтронной звездой или черной дырой, а вторая звезда обычная звезда. Но гравитационное притяжение в этот компактный источник настолько сильно, что оно начинает стягивать вещество со звезды соседки. Это вещество, ускоряясь, разгоняясь через так называемое третье тело в системе, называемое аккреционный диск, раскручиваясь около компактного источника, падает на него с большой скоростью, разогревается здесь и излучает как раз в рентгеновском диапазоне. И вот эту часть, эти все объекты, компактный нейтронную звезду или черную дыру, будет видеть телескопы спектра рентгенгамма. Один в мягком диапазоне, в рентгеновском немецком, а российский в жестком. То, что недавно, я сейчас не помню, какие ученые, была фотография, я сказала, что это фотография черной дыры. Нет, это другое. Да, мы не об этом сейчас идем. Я об этом немножко два слова скажу. Я просто хотел сказать, что при этом рентгеновские телескопы не видят соседа этого компактного источника, обычную звезду, которая как Солнце, может быть, горячее Солнце, излучает в оптическом диапазоне. И поэтому для рентгеновского телескопа непонятно, откуда здесь вещество, откуда оно падает. Он не видит соседний объект. Соседний объект увидит наш телескоп, установленный в Турции, потому что он наблюдает в оптическом диапазоне. Но мы не видим рентгеновского источника. Поэтому вот эта причина, почему Рашталевич проявил интерес к нашему телескопу еще в 1995 году, потому что этот человек с колоссальным опытом сразу понял, что одно дело хорошо, рентгеновский телескоп, который будет видеть рентгеновское излучение, но сам рентгеновский телескоп в ряде случаев не будет понимать, а что он обнаружил. Нейтронную звезду, активное ядро галактики с сверхмассивными черными дырами или скопление галактик. Обязательно нужна так называемая наземная оптическая поддержка. И вот в этой части как раз принимает Казанский университет. Потому что иногда люди путают, даже иногда средства массовой информации говорили, что Казанский университет запускает или принимает участие в запуске. Нет, Казанский университет не принимает участие в запуске спектр рентгенгамус. Казанский университет туда ничего не вкладывал и ничего не создавал. Казанский университет вместе со своими партнерами Академия наук Республики Тарасан, ИКИ и турецкими партнерами создал проект полутораметрового телескопа оптического, который играет очень важную роль в наземной поддержке. Если вы посмотрите на сайт Роскосмоса, посвященный СРГ, там указано, что в наземной поддержке СРГ принимают участие 4 российских телескопа. Это шестиметровый телескоп Российской Академии наук. Шавкатай Бубулин там его поставил, нашу станцию рядом с этим, для наших студентов, чтобы мы туда попадали. Это же действующая станция? Действующая станция, да. Там, кстати, установлена серия телескопов Мини-Мега Тортора, которые обозревают небо для быстро протекающих процессов в метеорной потоке. Шестиметровый телескоп поддержки СРГ, затем двухсполнометровый телескоп Московского университета, который стоит под Кисловодском. Новый телескоп, который был приобретен во Франции, к сожалению, страна не выпускает телескопы. Наш телескоп полутораметровый Казанского университета, совместный видник Казанского университета, Институт космических исследований, Академия наук Республики Торстан и Турецкая национальная обсерватория. И еще есть два полутораметрового телескопа, которые уже в постсоветское время были сделаны в Петербурге. Они установлены под Иркутском в обсерватории Института Сибирского отделения Российской Академии наук. Вот четыре точки, не так их много на самом деле. Казанский университет обладает тем преимуществом, что наш телескоп самый южный. Вот то, о чем я говорил, Симонов наблюдал южные звезды. Вот мы будем наблюдать самые южные объекты, недоступные с территории Российской Федерации. Все остальные четыре телескопа находятся на территории Российской Федерации, поэтому часть неба у них находится под горизонтом. И мы со своим телескопом идем ниже, южнее горизонта, видим более южные объекты, которые не видны с Российской территории. В этом смысле мы будем помогать нашим российским коллегам в оптическом диапазоне. А скажите, вот запуск и успех этой миссии, ну скажем так, поддерживая за нее кулачки, придаст новый импульс развитию астрономии в Казанском университете? Да не только в Казанском университете. Понимаете, сейчас кулачки держат, насколько я знаю, ученые всех стран, потому что Рашид Олевич – это такая, ну просто мировая величина, которая сотрудничает не только с нами, но и с ученым Германии, Америки, Франции. И все в ожидании, все ждут данных с этого телескопа спектра Нигангама. Поэтому мы сейчас были вместе с руководством Казанского университета Ильшат Равкадович Гафуров, Данис Карлович Нургалиев, Найль Абдулович Сахибуллин и наш электронщик-ведущий, который создал систему управления телескопа РТТ-150 Рустам Скакович Гумеров. И я несколько дней назад, мы вернулись с Байконура, где вот сейчас идут, ну по приглашению Института космических исследований, мы посетили космодром Байконур и, ну в общем, постояли рядом с этой ракетой «Протон», которая готовится к запуску с орбитальной обсерватории спектра Нигангама. Запуск теперь, ну он был отложен по техническим причинам, должен был состояться 21 июня, ну запасная дата сейчас 12 июля. Вы поедете на Байконур? Ну, сейчас я не думаю, что мы уже, я думаю, что мы там все за три дня визит на Байконур, это огромная территория размером 100 километров на 60 километров, где три части для пилотируемой космонавтики, та часть, которая была под ракету «Энергия» с бураном, да, и вот эта часть, где есть «Протон», между ними по 30 километров. И с этой пусковой, с этого пускового стола уже с 61-го года, она была рассчитана, эта установка, на 20 стартов, а с нее уже за это время, 61-го года, 514 стартов осуществлено. Настолько качественно было сделано, вот этот стартовый стол, на котором пилотируемые аппараты, вот начиная с Гагарина. Поэтому, конечно, видно, что вот космос, это космонавтика, это очень наукоемкое производство, это не только астрономия, это радиоэлектроника, это программирование, это композитные материалы. Туда надо идти, и в этом направлении надо готовить специалистов своих не только в астрономии, но и в физике, это физика, это материалы, композитные материалы, структуры и прочее, прочее. Это современная электроника, и мы не можем в стороне от этого стоять и двигаться в это направление. Вот видно было, что самые лучшие технологии, они в космосе, и, в общем, мы благодарны Институту космических исследований за то приглашение, которое они нам прислали, что нам посчастливилось увидеть новый космический телескоп, новые космические технологии, и нас пускали в залы, где собираются космические корабли. Это вот, конечно, вдохновляюще. Мы, наверное, будем рассказывать нашим студентам и на различных семинарах, как рассказывал о своем путешествии в Антарктиду Симонов своим студентам, будем своим студентам рассказывать. И я хотел в связи с этим сказать, что вот печально в этом году у нас с первого курса ушло три человека, студенты, которые к нам поступили по требованиям родителей. Вот мне это было очень обидно, потому что студенты пришли и сказали, один студент приехал из Москвы, из Домодедова, одна студентка приехала из Саратова, еще одна студентка из Королева, тоже под Москвой. И сказали, ну вот так и так, наши родители считают, что вот вам нужно учиться там в более прикладном направлении, техническую специальность получать там выгодное, чем вы шли в астрономию. Вот считаю, что астрономия — это вот, ну, невыгодная, непрактическая специальность. Ну, во-первых, я хочу сказать, что на самом деле очень выгодная и очень практическая, потому что то образование, которое дается в Институте физики, ну, вообще в Казанском университете, но участвуют в Институте физики, ведь первые два года наши студенты полностью обучаются в Институте физики, физмат-подготовка. Она со времен Лобачевского и Симонова, она хорошо поставлена на хороший уровень, тем более у нас есть кафедра единственная в России, кафедра теории относительной гравитации, которая держит марку высокого уровня математики, которая преподается, плюс физика на достойном уровне. То есть по-любому, даже если ты еще не астроном, не научился астрономии, то ты уже знаешь физику и математику. Дальше наша кафедра дает элементы, ну, всевозможные, там, от планет Солнечной системы, наша галактика, другие галактики, скопления галактик. То есть мы теперь рассказываем то о том новом, чем мы занимаемся в связи с проектом телескопов Турции, в связи с проектом СРГ. Раньше у нас не было внегалактической астрономии, она не была представлена, только наша Солнечная система и звезды нашей галактики. Теперь мы вышли за пределы нашей галактики благодаря вот этим международным проектам участия. То есть мы расширили область изучения Вселенной в оптике, а еще сейчас будем расширять в рентгеновском диапазоне. Поэтому поле деятельности в нашей науке, оно очень широкое. И я должен сказать, что те студенты, которые проявили интерес к науке, мы всячески их поддерживаем и находим для них возможности, в том числе международных стажировок. А куда ездить? Один из наших студентов, Лихам Глюлин, сейчас как раз находится на стажировке в институте имени Макса Планка в Германии, в институте, где работает Рашталиевич Сюняев. Мы его специально туда послали, чтобы он осваивал рентгеновскую астрономию. Потому что, возможно, он будет привлечен нашими коллегами за Керан к обработке данных, которые будут поступать со спутника спектра рентген-гамма, рентгеновских данных. Мы-то в Казанском университете будем обрабатывать оптические данные с нашего оптического телескопа. Рентгеновские данные будут... У нас нет опыта работы с рентгеновскими данными. У нас просто нет у Казанского университета рентгеновского телескопа. Просто так вам рентгеновские данные никто не даст. Через институт космических исследований у нас будет доступ к рентгеновским данным и новое окно в мир наблюдения через рентгеновскую астрономию. Я так понимаю, ведь на вашу специализацию не так много поступает? Ну, поступает у нас бюджетных мест 15 на астрономии, в этом году будет 17, еще несколько человек поступает на платную 20 человек. Это не самые большие кафедры, а у вас вы готовите в первую очередь ученых или какие-то прикладные специалисты? Ну, как говорил, я сошлюсь на интервью, которое давал Сергей Иванович Никитин, что мы готовим, сейчас пытаемся расширить диапазон применения в нашей кафедре астрономии, ведь мы не знаем, когда на входе, поскольку сейчас поступление идет через ЕГЭ, мы не видим этих ребят, мы не спрашиваем, мы с ними не общаемся, мы с ними первый раз знакомимся в сентябре, когда они к нам приходят. Поэтому каждый из них приходит с каким-то своим взглядом, что такое астрономия. Многих вообще нет знаний, потому что в школе нет астрономии, они не понимают, они думают, что, может, мы здесь занимаемся зелеными человечками, внеземными цивилизациями. Но мы опосредственно этим занимаемся через поиск планет, ну, профессионально, через физику, через математику, через химию, вот так идем. Они вообще философские. А часть людей, которые думают, что мы этим занимаемся, они, конечно, потом, им приходится заниматься физикой, изучать физику и математику, они, конечно, их это приводит в уныние, потому что физика и математика — это сложные науки, их надо осваивать. Но вот мы обсуждали неоднократно, поэтому мы сейчас как делим четыре направления. Это астрофизика, это космология, это инженерное направление, потому что создание приборной базы в астрономии сейчас начинает снова развиваться, потому что мы глазом никто не наблюдает, все наблюдают с помощью современных технологий, электроника, оптика, ПЗС-матрицы, спектрометры, программирование. И плюс еще, поскольку в школе астрономии нет, есть возможность для тех, кто не тянет или не хочет, или не может вершины достигать в науке, те могут идти в школу, преподавать астрономию в школе. Поэтому такое разнообразие предлагается. Никто из выпускников астрономов Казанского университета, с которыми мы общаемся, никогда не пожалел, что он закончил нашу кафедру, потому что базовая подготовка Казанского университета — это великая вещь, которая помогает в жизни всем. Скажите, а какой процент, по вашему ощущению, остается в науке, в астрономии, связанной с космическими технологиями, с космическим изучением космоса из ваших выпускников, и кто уходит на смежные какие-то, пользуясь базовыми знаниями, базовыми науками? Насчет смежных уходит до завершения шестилетнего срока обучения. Их разбирают фирмы еще до того, как они закончат. То есть той базы математики, физики, программирования, которую они имеют к третьему-четвертому курсу, им уже достаточно, чтобы идти на какую-то фирму и там работать в прикладных вещах. Поэтому они там, если понимают, что они не пойдут в науку, а уходят, то они уходят раньше. А из тех, кто заканчивает у нас в этом году, вот шесть человек завершило, четыре человека в аспирантуру идут. Один парень, возможно, в школу пойдет, в преподавание, либо в аспирантуру по педагогике. И еще одна девочка не определилась. А, кстати, из выпускников нынешнего года одна талантливая наша студентка Екатерина Семенова, она, значит, в прошлом году мы ее отправляли в Гейдельберг, в университет Гейдельберга, в Институт астрономии Германии, на производственную практику. Она там себя проявила, как очень способная студентка. Они ее пригласили на дипломную практику, и во время дипломной практики весной она сдала экзамен в аспирантуру и поступила в аспирантуру в университете Гейдельберга. Ей там были предоставлены для дипломной работы данные с 8-метрового телескопа, спектральные данные с 8-метрового телескопа Южной Европейской обсерватории в Чили. Вот напрямую ни Россия, ни Казанскому университету не может получить время на 8-метровом телескопе, потому что мы не являемся членами этого клуба, а через своих талантливых студентов мы имеем доступ к этим данным. И почему наша студентка, она опередила западных студентов. Казалось бы. Меня всегда интересовал вопрос. А как люди становятся астрономами? Вот как вы стали? Почему я задаю вопрос? Потому что вот нас будут смотреть родители, и вдруг к нему приходит ребенок и говорит, да папа, мама, я хочу быть астрономом. Вот как, во-первых, успокоить такого родителя, в первую очередь, не ребенка? Потому что я понимаю родителей, потому что они, вкладывая инвестиции в ребенка, они надеются на то, что это инвестиции в образование. В том числе их обеспеченная старость, их надежное продолжение рода, материальная основа какая-то. А тут, ну, вот вы сами сказали, что у вас уходили люди, потому что родители были против и искали более прикладные специальности. Вот скажите, как вы сами к этой профессии пришли? Ну, я пришел в эту профессию в другую эпоху, когда у нас еще страна, под названием Советский Союз, развивалась космонавтика, по телевизору каждый день, ну, не каждый день, но каждую неделю рассказывали, что космонавты делают в космосе. Вы сейчас слышите в программе, основные каналы что-нибудь рассказывают? Нет, рассказывают иногда. Ну, 12 апреля они что-нибудь говорят, да. Нет, нет, периодически показывают там новая икона. Ну, вот не об этом идет речь сегодня, да. Поэтому мне было в этом смысле легче, потому что было общественное сознание, оно немножко было по-другому устроено, оно поддерживало вот такие работы в фундаментальных науках. Поэтому, ну, я родился в Средней Азии, так получилось исторически с моими предками, которые переселились в годы гражданской войны туда, в Среднюю Азию. И там, поэтому я уже вернулся, окончив школу, Казановский университет из Узбекистана. И там южное небо, которое, да, каждый раз, ты, и там облаков нету, тепло, ты видишь над головой звезды, и этот восторг, в который они тебя приводят, ну, наверное, возможно, это сказалось, и где-то я, ну, да, в 10-м, 9-м, 10-м классе принял решение, причем ключевую роль сыграл журнал «Квант», в котором Шапка Таевчих и Булин тогда, видимо, с сотрудниками кафедры описали, что вот в Казанском университете есть две обсерватории. Я посмотрел описание Московского университета, там нет описания обсерватории. В Фестерсбургском университете ничего не написано было. Я думаю, ну, вот в Казанском университете есть две обсерватории, очень интересно. Я поеду туда поступать, поступил в Казанском университет. Приезжаю, выясняется, что одна обсерватория еще с Симоновым была создана в 1838 году, и она уже является музейным экспонатом, а вторая, загородная, она современная, но она уже теряет тогда лидерский. И тогда у меня появилась мечта попасть на шестиметровый телескоп крупнейший. Благодаря тому, что Шапка Таевчих станцию Казанского университета поставил рядом с шестиметровым телескопом, вот моя мечта осуществилась. Я ездил на практику на Казанскую станцию, познакомился с сотрудниками шестиметрового телескопа, они меня пригласили потом туда на работу. Я там 12 лет проработал. А в 1995 году, когда уже в Петербурге телескоп полутораметровый был изготовлен и было принято решение его устанавливать в Турцию, Найя Абдуловича, я вам благодарен, и Рашталеевич Сюняева, они меня пригласили в этот проект полутораметрового телескопа. И вот я с 1995 года вернулся в Казань, и вот уже работаю над проектом полутораметрового телескопа вместе с Найя Абдуловичем и Рашталеевичем. А вот новый космический проект, эта миссия с телескопом спектр-рентген-гамма и то, что Казанский университет подключается к поддержке этого проекта, наземной поддержке, обеспечению, она как подтолкнет к увеличению количества студентов здесь? То есть потребность в кадрах может быть появится? Безусловно. И государство будет там финансировать? Безусловно. Я думаю, что вот это же проекты дорогие, с одной стороны. С другой стороны, спектр-рентген-гамма по оценкам по чувствительности в 30 раз по чувствительности лучше, чем предыдущие рентгеновские миссии, которые запускались в 80-х годах. Есть такой спутник был, РОСАТ, рентген-сателлайт немецкий. Он обнаружил сотни тысяч новых, почти миллион новых объектов. А здесь будет колоссальное количество новых источников, о которых мы не знали. То есть там проблема сейчас будет заключаться в том, как за короткое время обработать тот поток данных, который будет идти. И у немецкой стороны, ну, к большому сожалению, для радости немецкой стороны, примерно сотни-две ученых, которые подготовлены в европейском сообществе к этой работе в разных несколько университетов немецких уже подготовили рабочие группы по 10-20 человек, которые вот ждут только запуска и будут работать с этими данными. У нас в России не так много университетов, которые готовят. Московский университет, естественно, Санкт-Петербургский университет, но он на математическом отделении, Казанский университет, и немного в Екатеринбурге, Уральском университете. Все. Есть еще, конечно, направление космическая физика в физико-техническом институте, МФТИ в Москве, в Инженерно-физическом институте в Москве, в физико-техническом институте в Санкт-Петербурге. Но в целом вот это сообщество астрономов, которые... Классическая астрономия. Ну, да, в основном это классическая астрономия, а в рентгеновской астрономии это вот коллеги Рашидалевича Сюняева в институте космических исследований. Ну, их человек 30-40, хорошо подготовленных, да. И, конечно, соотношение не в пользу России, потому что там у вас 100-200 человек, а здесь 30 человек. А количество данных будет примерно одинаково идти. С немецкого телескопа половина неба будет немецкое, половина неба российского. И плюс еще российский телескоп, где все данные, которых будут нашими. И поэтому... А по международным понятиям вы не можете, данные получив, сидеть и держать их закрытыми десятилетиями. Вы должны в ближайшие же годы после получения данных обработать их. Но, как мы возвращаемся к приоритету названия островов, если вы просто раздадите эти данные, то эти данные обработают другие, и имена открывателей звезд галактик будут записаны за немецкими, французскими, там, американскими учеными. А Рашидалевич подчеркивает, что приоритет должен быть за российской стороной. Если российские данные, то мы должны работать с этими данными, публиковать за нашими фамилиями, чтобы приоритет России и российских университетов, институтов, Академии наук оставался за нами. Чтобы потом, спустя какое-то время, кто-то там не пришел и сказал, я там первый это обнаружил. То есть, правильно понимаю, что вы сейчас на новом этапе, как Беллингсгаузен, Лазарев и Симонов, будете иметь возможность называть своими именами новые галактики? Ну, там в астрономии не принято своими именами называть, имен не хватит, потому что это их сотни тысяч будет новых объектов. Они называются цифрами по названию проекта SRG и координаты на небе. То есть, цифра будет, на самом деле, показывать, где этот объект находится на небе. Но если вы опубликуете в статьях и табличку даете, что вы обнаружили, исследовали этот объект, отрежествили на оптическом телескопе, то есть его обнаружила телескоп SRG в рентгеновском диапазоне, а вы из оптики увидели те области этого рентгеновского излучения, которые излучают в оптическом диапазоне, то, например, скопление галактик. Рентгеновские телескопы будут видеть горячий газ между галактиками. Мы его в оптике не видим, мы видим только галактики. То есть, поэтому рентгеновский телескоп сами галактики не будет видеть, он будет видеть облако горячего газа. А оптичий телескоп будет видеть галактики, которые составляют это скопление галактик. Мы будем совмещать. Просто рентгеновский телескоп сейчас заранее, небо настолько огромное. Вот если возвращаться к Хабблу. Хаббл хороший инструмент, но он видит очень маленькую область. Например, он наводится и видит даже не город Казань, а какой-то центр города Казани, но прекрасно. Там улицы, каналы и прочее. Но в очень маленькой областье Хаббл ничего не видит. То есть он предназначен для того, чтобы какой-то отдельный объект, очень маленький участок неба во Вселенной, видеть очень хорошо. А задача спектра рентгенгаммы, это подчеркивается, создать карту Вселенной в рентгеновском диапазоне. Мы имеем сейчас карты Вселенной в оптическом диапазоне. Уже отнаблюдали за 200 лет все небо, особенно в современную эпоху. Мы наблюдаем, мы имеем электронные карты неба и в инфракрасном диапазоне, и в радиодиапазоне. А вот в рентгеновском диапазоне такой полномасштабной карты неба нет. И когда все эти четыре карты будут другому наложены, получится объективная картина? Да, но эту карту, поэтому задача как раз этих двух рентгеновских телескопов, спутник будет работать в режиме сканирования. То есть он будет максимально охватывать, решать задачу другую. То есть он будет вот как вы хотите глобус создать. То есть вы видите там и континенты, и острова, и океаны, и моря, и реки. Вот эту работу будет делать спутник спектр рентгенгамма. То есть он карту всей Вселенной, еще раз подчеркиваю, в рентгеновском диапазоне. Не вообще карту, а в рентгеновском. То есть это, можно сказать, это карта горячей Вселенной. Еще раз я говорю, рентгеновское излучение возникает там, где во Вселенной по тем или иным причинам. Либо взрывы разогреваются. То есть на самом деле объекты уже есть, и называть именем Ильфан Фаридовича Бекмаева нового скопления галактик нет смысла? Ну, нет, смысла это не принято. И там наш приоритет, он фиксируется авторством в статье. Потому что следующий, кто будет наблюдать, скажем, эти же объекты, он увидит, что эти объекты уже открыты. Он обязан будет сослаться. И напишет, что в статье Сюняева, Сахибулина, Бекмаева и других соавторов из института космических исследований, вот такой-то список объектов был открыт. Мы поэтому там или перенаблюдали, но не переоткрыли, либо пошли дальше. Вот скажите, вот когда Берлинсгаузен, Лазарев и экспедит Симонова открывали Антарктиду, острова вокруг Антарктиды, они ведь тоже не понимали, что это в тот момент прикладного значения этого открытия практически не было. Это не было экономически освоенной территории. Здесь не предполагалось жить, строительство городов. Ну и сейчас там на самом деле не живут. И спустя только 150-200 лет эта территория стала экономически очень активно осваиваться. Попытки геологических изысканий идут, промысловые работы. Можно ли сказать, что вот это вот то, что вы изучаете, в ближайшие перспективы, я не вижу, как это может быть практически применено, за исключением тех технологий, которые используются для создания этих аппаратов, космических обсерваторий. Можно сказать, что возможно в отдаленном будущем это пригодится уже? Ну здесь нужно разделить две части. Вот я сейчас коротко скажу про Антарктиду. Антарктида сейчас стала местом международного сотрудничества. Согласно договоренностям, там нет военных баз, там нет добычи полезных ископаемых. То есть это такой вот, можно сказать, экологически чистый континент, на котором работают антарктические станции разных стран. И забавно, что вот благодаря этому Антарктида является холодильником, который хранит весь тот лед, который замерзал, ну, снег превращался, вода превращалась в снег, выпадала, и этот лед смерзался, да, никуда не девался, там за сотни тысяч лет. Миллионы, да. Ну мы не знаем про миллионы, мы сейчас вот те шурфы, которые, керны, которые достаются, такие, ну как, пробуривают, да, достают лед, вот там у нас информация, а что такое лед? Лед – это вода из нашей атмосферы. Поэтому тончайшие методы, анализы, которые сейчас в геологии развиваются, физики, химии, материаловедения, они позволяют анализировать, а из чего состоял та вода, та атмосфера, которая была на Земле 300 тысяч лет назад. Сейчас это имеет важнейшее прикладное значение с точки зрения вот глобального потепления, о котором говорят, потому что на самом деле человечество не знает, из-за чего идет глобальное потепление, из-за чего повышается уровень примеси укислов, углерода, СО в земной атмосфере. То ли это влияние антропогенного фактора, то есть человек, выхлопами, да, то ли это выбросы из вулканов, которые тоже дают свой вклад. Да, сейчас есть такой какой-то максимум, но неизвестно, может быть, это и природный процесс, который потом будет. Изменение температуры вот здесь. Затем, кстати, россияне обнаружили на глубине нескольких километров облако, извиняюсь, облако озера, где расплавлена вода в жидком состоянии, туда с помощью специальных, можно сказать, пинцетов, наверное. Забор идет. Да, сделали забор, чтобы не занести наши вот эти загрязненные атмосферы и знать, из чего вода, там, 100 тысяч лет, какой была вода 100 тысяч лет назад, когда мы ее не знали. Это же важно с точки зрения эволюции Земли. Вот сохранение Антарктиды вот в таком состоянии, как, ну, не разграбленном, я сказал бы, странами, да, оно позволяет нам сейчас решать глобальные проблемы человечества, потому что мы можем посмотреть, какими мы были, какие были условия природные, экологические на Земле 100 тысяч лет назад, когда вот не было того загрязнения, которое мы сейчас, того влияния на гидросферу, на атмосферу, которую мы сейчас человечество оказывает. Либо это другие. С другой стороны, забавно, что вот на территории Антарктиды были обнаружены метеориты, которые, предположительно, упали к нам с Марса, прилетели. То есть, когда был удар какого-то большого астероида об Марс, и эти выброшенные с поверхности Марса частички, блуждая по космическому пространству, упали на Землю. И вот они упали, они, может, упали в океане, но в океане вы не найдете. Но те, которые упали в Антарктиде, вот, и их исследование может дать информацию о том, еще состоял Марс тогда, вот, была ли там жизнь или нет. Вот, то есть, это вот, казалось бы, вот, никто не думал, когда открывали Антарктиду, будет там какой-то практически смысл или нет, но это глобальные вещи. Если говорить про вот астрономию, ну, я здесь хотел, обещал вернуться к вопросу о втором направлении. Второе направление — это астрономия диадезия, которая интенсивно развивается. И у нас со времен Симонова, я говорил, что во время своего путешествия Симонов реализовывал, на самом деле, задачу обратную астроному геодезическому. Он по координатам Солнца и звезд определял свои координаты на Земле, местоположенном в воде, в океанах. Ну, а сейчас наши геодезисты, они занимаются как раз высокоточными определениями. Конечно, они используют уже сейчас не звезды, мы занимаемся, это называется, спутниковые методы определения координат, использование GLONASS, GPS, Галилео, Европейской системы, высокоточные определения координат на Земле, вот, позволяют решать и фундаментальные вещи, и прикладные. Ну, к фундаментальному, например, у нас Ренат Вагизович Загридзинов, он занимается, например, задачей, сводит данные различных станций GLONASS, GPS, для того, чтобы к решению задач движения континентов. Например, известно, что Казань несколько сантиметров в год движется в сторону Уральских гор. Уральские горы тоже в сторону Сибири движутся. Вот, то есть глобальное движение. Не то, что весь внутри континента идет какое-то вот такое перемещение плиты, на которой мы находимся. Ну, известно, например, что полуостров Индостан движется в сторону Гималаев, поэтому Гималаев деваться некуда, там плита сибирская, они растут вверх. То есть это вот такие глобальные вещи, очень высокоточные, там нужно точное определение коленот на уровне миллиметров. Или, если говорить о прикладной вещах, вот нам недавно поступил запрос о том, устойчиво или неустойчиво колокольное Петропавловского собора. Наши студенты-геодезисты на уровне выполнения выпускных квалификационных работ в течение пяти лет занимаются задачей посмотреть, не уходит ли куда-то колокольное по... Иногда это, с одной стороны, это была инициирована нами работа, а сейчас она инициирована даже вот Русской православной церкви. Запрос оттуда пришел проконтролировать, устойчиво ли колокольное. Ну, потому что было построено под профсоюзной улицей идет метро, вот, и всякое может быть. Но, к счастью, вот, вчера мне дали отчет наших геодезистов, пять лет измерений показывает, что вот, на самом деле, колокольная Петропавловская бора наклонена на полметра. Ну, за 200 лет этот наклон, когда он произошел, неизвестно, ну, так бы и в этом состоянии и остается наклоненная. Но последние пять лет с точностью до нескольких метров, можно сказать, что никакого движения дальше нет, все устойчивое, и можно не беспокоиться. Ну, там было беспокойство в связи с тем, что было несколько зданий Казанского университета, геологического факультета было построено. Ну, вот, такой прикладной аспект нашей деятельности геодезической, что все нормально, вот, город Казань, например, выпускники геодезисты работают в таких направлениях, как вот контроль безопасности мостовых сооружений, стадионов, где вот большой, либо у вас трасса большая, либо скопление людей во время строительства стадиона Казань-Арена были специальные работы, выполнялись, не уйдет ли фундамент, будет ли безопасно для зрителей на чемпионате мира сидеть там, ничего не произойдет. Все было, так сказать, сделаны эти проверочные работы высокоточными геодезическими привязками. Или сейчас развивается направление так называемое лазерное сканирование. Наше здание является историческим зданием-обсерваторием. Мы проводим занятия, вот, 200 и почти 180 лет этому зданию. Я надеюсь, что еще 500 лет здание будет жить и дальше, да, и руководство, и мы будем его совместно сохранять. Но на всякий случай мы его отсканировали лазерными скандами снаружи и изнутри, и сейчас создали трехмерную модель, в случае чего мы можем восстановить. Мы можем такую работу, наши геодезисты могут проделать и для других зданий Казанского университета, чтобы они были, ну, документ сохранялся. Ф. Халисович, у нас заканчивается время нашей передачи. Было все очень интересно. Я думаю, что нам удалось перебросить этот мосток между прошлым и будущим. И тот повод, по которому мы сегодня собрались, это, во-первых, день рождения, 225-летие, со дня рождения Ивана Михайловича Симонова, его экспедиция 200-летия. Начало экспедиции. Это все оказалось связано живой определенной нитью с современностью. И то, что сейчас происходит в Казанском университете, является наследием в том числе тех дел, которые начинал Иван Михайлович Симонов. И некоторые параллели, которые очень интересны, любопытны, современности и прошлого, я думаю, меня тоже сегодня поймали. Спасибо вам большое. Спасибо за приглашение. До свидания. До новых встреч.